МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Октябрьская революция для культуры. Новые имена, формы и жанры. Решили, что в тесной клетке еноту будет лучше. Соню отказались передать в зоопарк. Что выражали? Как лечат от мужского бесплодия на Алтае? В Барнауле ищут массовика-затейника, который сможет вдохнуть вторую жизнь в парк Изумрудный. Этот человек будет курировать культурно-развлекательные мероприятия в парке, которых, кстати, теперь должно быть не менее 150 в год. Это будут конкурсы, тренировки, мастер-классы, чаепития. А тем временем парк Изумрудный накануне в соцсетях окрестили Припятью. В интернете появились кадры осеннего парка, которые многим показались уж очень мрачными. Сегодня ночью в Петрограде началось вооруженное восстание под руководством партии большевиков. Правда, случилось это, конечно, 102 года назад. А сегодня очередная годовщина начала Октябрьской революции. Каждый раз мы вспоминаем эту дату, а в этот раз в честь года театра Андрей Дреев расскажет, как революция повлияла на искусство. Было бы странно сегодня говорить о том, что Октябрьская революция 102 года назад изменила жизнь России. Она ее кардинально перевернула. Но нам сегодня, в годовщину, интересно рассказать вам о том, как изменилось искусство. Ведь потом эти музыка, литература, живопись влияли на нас. Но сначала, тогда, 102 года назад, изменились нравы. Сменилась общественная формация. То есть у нас, конечно, была очень смешанная такая общественная система с элементами, ну, прежде всего, конечно, капитализма и с некими пережитками феодализма. Теперь установился социалистический строй. Теперь именно человек стал хозяином своей жизни, своей страны. Человек, а не бог, который раньше был вершителем всего. Когда творец сошел с пьедистала, человек сам начал творить. Гораздо смелее, чем раньше. Появились режиссеры и теоретики, изменившие мировой кинематограф. Великие художники-авангардисты, большие писатели и поэты. Хотя, по мнению ученых, революция, например, на литературу повлияла неоднозначно. Революция стихия разрушительна. И начали большевики свою литературную политику, как известно, с расстрела Гумилева. За границу в эмиграцию были вытеснены лучшие писатели. Бунин, Куприн, Мережковский, даже Горький. Но, с другой стороны, вот это поле было очищено. И в литературу пришли новые молодые таланты. Вот если бы не было революции, мы бы, наверное, не знали таких писателей, как Михаил Булгаков, Михаил Зощенко, Юрий Олеша, Ильфа Петров, Андрей Платонов и многие-многие другие. Благодаря революции новые имена появились и в театре. К тому же он стал по-настоящему народным. Энергия, которая всколыхнулась снизу, она, конечно же, дала толчок театру самый невероятный. То есть театры возникали везде. Мы здесь можем опереться на воспоминания известного всем поколениям актера Растагарина, известного короля из фильма «Золушек», который, будучи красноармейцем, стал актером в театре своей воинской части. Нельзя не упомянуть именно новаторский дух этого революционного театра. Театральная школа изменила свои формы. В данном случае биомеханика Мерхольда. Это школа художественного театра, основанная Станиславским. Революционный дух и поиски новых форм свернулись быстро. Относительно свободные 20-е сменяются годами, отмеченными борьбой с формализмом, репрессиями против всех, кто выходит за рамки нового канона. И все же изменения, которые принесла революция и искусство, остались в истории. Даже вождь революции, который, прямо скажем, был небольшим почитателем искусства, повлиял на него значительно. Что говорить, Ленинияна – это огромный пласт произведений соцреализма, который много мифов создал и о Ленине, и о революции. А что такое революция на самом деле, расскажут только историки, уж точно не в формате телесюжета. Андрей Дриер, Илья Халяпин, Владимир Ленин. День с толком. Сегодня в Омске завершается 16-й межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. Там говорили об экономическом взаимодействии. Свои разработки гостям представили и алтайские компании. Наша компания представляет новую нашу разработку. Это вертикальная лифтовая система складского хранения для оптимизации складского пространства. Решение очень современное, очень хорошее. В мире подобные штуки производятся, но в России и в СНГ их никто не производит. Такие склады, уверяют разработчики, экономят пространство, обеспечивают безопасность. Штрих-коды переводят учет в автоматику. Презентовали там и алтайский 3D-принтер. Его работой стала форма из песка. С точки зрения представителей Казахстана, наиболее перспективное сотрудничество нас ждет в сфере строительства. В городе Нур-Султан, кстати, она уже идет. Есть определенные наработки. Я думаю, что до конца текущего года мы в Алтайский край обязательно приедем с делегацией. А между тем, алтайские товары уже не первый год отправляют на прилавки Казахстана. И наоборот. В планах на год у субъектов малого и среднего предпринимательства региона заключить 60 контрактов. На казахский рынок регулярно поступают БАДы, пищевая, фитопродукция и котельное оборудование с Алтая. У нас единый таможенный союз. Это облегченная процедура экспорта, оформление документов на территорию Казахстана. Это также и логистика удобная достаточно. Ну и в целом те отношения, которые у нас сложились с Казахстаном исторически, также способствуют процветанию отношений, которые есть сейчас. Отечественные биопродукты могут исчезнуть с прилавков магазинов уже со следующего года. Появляются новые правила сертификации. Сегодня в Барнауле международные эксперты говорили о пути к биоэкономике. Продолжит Валентина Аскерова. Закваска вносится в теплое подготовленное молоко. И на этой же стадии, для того, чтобы осуществлялся процесс питания микроорганизмов, которые были внесены, мы вносим гречневую муку. Молоко и мука из зеленой гречки. Вроде несочетаемые вещи, а дают совершенно новый кефирный продукт. Его в рамках гранта разработали ученые политехнического вуза. В планах запатентовать новинку, а потом на рынок. Ведь будет востребован. Говорят, зайти будет несложно. Молочное производство развито на Алтае. И перевооружение не требуется. Биопродукт не содержит глютен. Поэтому те люди, которые беспокоятся о своем здоровье и хотят наиболее полноценно получать и витамины, и белки, соответственно, они могут в таком виде их получать. То есть нет необходимости, допустим, осуществлять какие-то перекусы и брать что-то с собой. Допустим, печенье и кефир или еще что-то. То есть это уже будет более комплексный продукт. Биопродукт, конечно, полезнее, но дороже. В случае же кефирного продукта удорожания не будет, заверяют разработчики. Правда, открытые источники в интернете показывают обратное. Возьмем не молочную продукцию, а тот же шоколад. Обычный стоит рублей 80. А если полезный био – 400. Но питаться дорого и полезно или дешево и вредно – выбор каждого, отметили эксперты международной конференции. Проследить всю цепочку. Почва, вода, воздух, отдаленность от загрязания. Произнительный контроль по всей цепи. Транспорт, хранение, ну и, наконец, прилавок. Это гарантия, что вот ты хочешь это – покупай. Плати в два раза. Я не буду. Я верю в государство, в госпотребнадзор, и я буду обычное покупать. Кстати, со следующего года органическая продукция может вообще исчезнуть с прилавков. С 1 января вступает в силу закон, который обяжет отечественных производителей, уже прошедших международную сертификацию, получать сертификаты и по российским стандартам. А здесь уже проблема. Уже есть первая организация – это Россельхозцентр, которые получили аккредитацию, пока порости не отступят. Я думаю, вот до конца ноября будет еще Роскачество, и, наверное, все-таки до конца года еще две организации аккредитацию получат. На самом деле решается, но очень тяжело. Мы опаздываем. Опаздываем. Ну, как всегда. А это значит, что вовремя получить сертификат могут не все. Но вряд ли покупатели ринутся скупать дорогостоящую полезную продукцию. Это же не гречка. Тем не менее, кефирный продукт политехнического вуза теперь точно оценители распробуют позже. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. На Алтае появился микрохирургический лазер для диагностики и лечения мужского бесплодия. По статистике, в половине случаев трудно завести детей из-за болезни мужчин. Пока оборудование есть только в краевой больнице, а в перспективе он будет в мужских центрах и в мужских консультациях. Полина Жданова продолжит. Напряжение витает в воздухе. Тихо и слаженно проходит микрохирургическая операция по лечению мужского бесплодия. Процесс деликатный и сложный. Для некоторых это последний шанс завести детей. Нам можно установить, есть ли генерация сферматозоидов или нет. То есть, если мы найдем хотя бы один канализ, в котором мы найдем сферматозоид, то у этого пациента есть в целом неплохие перспективы. Ну, допустим, если эти сферматозоиды недостаточно зрелые, но находятся в некой стадии, когда их зрелость можно стимулировать с помощью медикаментозных средств. При этом, есть ли у мужчины хоть какие-то шансы стать отцом, иногда можно понять только на операции. В краевой клинической больнице появилось специальное лазерное оборудование. С ним лечение бесплодия у сильной половины региона имеет больше перспектив. С помощью специального инструментария шовного материала с диаметром, сечением меньше человеческого волоса, ну, естественно, оптическое увеличение с визуализацией просто великолепной у этого микроскопа. Можно сшить, обойдя место закупорки, семя, вносящие протоки. Можно выполнить современные микрососудистые операции. Результат достигают не всегда. 20% мужчин – так называемые пустоцветы. Детей они усыновляют. В половине бесплодных семей на Алтае болен именно мужчина. Чтобы поправить плачевную ситуацию, в стране появился нацпроект «Мужское здоровье». Диагностических программ недостаточно. Поэтому и создается вот эта вот структура, так называемая сита, для того, чтобы выявлять именно количество пациентов с мышским бесплодием. И, конечно, их будет с каждым годом больше. Почему? Потому что мы стараемся этих пациентов на самой ранней стадии выявить. Благодаря трехгодичному нацпроекту в ближайшие годы на Алтае создадут несколько крупных центров. И, что еще важнее, практически во всех больницах появятся, помимо женских, еще и мужские консультации. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. А еще одна операция по спасению еноты из барнаульского зоомагазина провалилась. Управляющая магазином отказалась продавать животное хоккейному клубу «Динамо Алтай». Динамовцы хотели выкупить страдающую Соню и передать в зоопарк «Лесная сказка». Подробнее в сюжете. Момент настал. Общественники хоккейный клуб «Динамо Алтай». Еноты идут выкупать, как невесту. Все деньги собраны, Соню ждут в зоопарке сородичей. Казалось бы, еноту больше не придется существовать в клетке метр на метр и прятать мордочку от яркой лампы. Люди, кто-нибудь в поддержку, скажите слово, потому что этим людям доверять животное нельзя. Оно просто погибнет в том же самом зоопарке. Несколько лет назад в этом же магазине у жителей города вызвало жалость другое животное. Обезьяна, которая прожила на прилавке магазина три года. Из магазина макак Василий вышел с пошатанной психикой, говорили зоологи. В итоге, Вася умер в зоопарке от болевого шока. Перекусил себе ногу. Енота Соню еще можно спасти. Ее готовы встретить в зоопарке. У нас вольер-то, в принципе, построен. Мы же в этом году на день рождения зоопарка открыли красновый вольер для енотов. Вы можете купить вот это, вот это. Все, что стоит на полках, вы можете купить. Но живой товар, он продается в несколько ином ключе. Но здесь женщина лукавит. По закону о защите прав потребителей продавец не имеет права отказать в покупке, если он повесил ценник и уж выставил животное на полку. Покупатель даже не должен отчитываться, где он работает, есть ли у него судимость или санитарная книжка. В конфликт вмешивается посетитель магазина. Женщина хочет сама выкупить енота себе домой. Я его куплю, давайте. Мы не можем продавать. Зачем вы его здесь держите? Вот понимаете, просто в руки. Вы пойдете его и удавите. Юридически мы можем отказать в покупке. На основании чего? На основании того, что мы просто не уверены. Просто не уверены – это состояние, которое, безусловно, несет мощную юридическую силу. У нас могут быть свои условия. Все на основании Российской Федерации. Вы же не продаете его дома, соседки, там, не знаю. Это магазин, это общественное место. Давайте, если вы сейчас придете, скажете, я вот ее покупаю. Это общественное место. А я на нее ценник повешаю. А чего же вы снимаете ценник? Я вам договор. А давайте я вам договор даже предоставлю. И тут управляющая внезапно заявляет, что уже продала енота. Вчера. Через несколько минут Татьяна выносит из подсобки якобы электронный договор, составленный с некой покупательницей из Рубцовска. Но директор хоккейного клуба считает, что это просто фикция, распечатанная на принтере. При этом управляющая магазином проговаривается, что «Динамо Алтай» мог бы выкупить енота, но с одним условием. Я вас попросила, напишите, пожалуйста, что отзыв о том, что у нас наша репутация соответствует, что содержание, условия содержания енота соответствуют. Вся эта история подняла на самом деле глобальную проблему и не ответила на многие вопросы. Когда же в стране контактные зоопарки закроют? Когда животных перестанут продавать, как хлеб на прилавке? Судьба барнаульского енота остается туманной. Ирина Корчегина, Илья Халяпин. День с толком. На сегодня это все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей!